В торжественной обстановке водители МП благоустройства получают ключи от новеньких машин. 22 единицы техники уже поступили на службу города, на подходе еще 30. Все машины универсальны, будут служить на благо города круглый год. Дмитрий Галкин рассказывает, за долгие годы работы, переключая тугие рычаги и выполняя основную работу вручную, набил немало мозолей. Теперь за большую часть процесса уборки будет отвечать электроника, которой оснащена новая машина, которая, кстати, стала и более функциональной. Среди новых приобретений, поступивших на вооружение в МП благоустройства, есть и агрегаты поменьше, но от этого не менее полезные. К примеру, многофункциональная коммунальная уборочная машина без лишних затрат на горючее, она отлично сможет выполнить роль пылесоса, способного навести чистоту во дворах, скверах и на тротуарах. Эта техника существенно повысит эффективность уборки города. Вот по расчетам специалистов, по мнению экспертов, крупногабаритная техника повысит производительность уборки территории на 30 процентов, малогабаритная на 40 процентов. Это, конечно, существенно скажется на чистоте города. Техника закуплена в рамках исполнения послания губернатора Самарской области Николая Меркушкина и по поручению главы администрации города Олега Фурсова. На ее приобретение потратили более 180 миллионов рублей из средств городского бюджета. Деньги перераспределены из других статей бюджета. За последние 20 лет это самая крупная закупка спецтехники для Самары. Районы мы должны обеспечить и естественно городу добавить серьезные техники. Мы сейчас заявились в программу, причем заявились очень серьезно. Там будут снова и автобусы и будут в Томсе много техники коммунальной. Это не только на этот год, это в Томсе уже и на будущий год. Сегодня на благоустройство Самары работает примерно 300 единиц спецтехники муниципального парка. Еще около 150 привлекается у сторонних организаций. Для города-миллионника площадью более 500 квадратных километров этого катастрофически мало. Особенно в условиях, когда порядка 70% техники устарела и она частично подлежит списанию. Именно поэтому приобретение техники для города продолжается беспрецедентными темпами. В общей сложности до конца года планируется увеличить количество приобретенной в этом году спецтехники до 100 единиц. Кроме того, в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону будет закуплена 181 единица малогабаритных снегоотбрасывателей для уборки территорий, прилегающих к социальным и образовательным учреждениям. Павел Баймаков, Сергей Баскин. События.